МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святает служба информации телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнаценко. Глядите в этом выпуске. Яблочная богатая, якостью айчинной садовины Гароднины и перспективами забеспечения насильства потекавился Олег Синсерову. Усходный обход, планы и перспективы. Сегодня у Гомеля обмерковали протяг будовництва магистрали. Храм мудрости Гомельская областная универсальная библиотека имя Ленина рыхтуется отзнашить 90-годовый юбилей. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Подтремливать молодежные инициативы, быть достойными переемниками великого комсомольского руху, об молодежной политике в сучасном громадстве с активистами БРСМ 29-го Кастрычника размавлял на встрече в Минску президент Беларуси Александр Лукашенко. В столице побывали и представники Гомельской области. Мероприемство было промерковано до 100 годов ЛКСМ. На юбилейную встречу собрались представники разных поколений комсомольцев, от ветеранов руху до лидеров БРСМ. Насыщенная и грунтовная размова с керавником краины ящер раз доказала, что Союз молодежи – это мощная сила, которая должна допомогать вращать самые разные вопросы и проблемы в громадстве. То, что по связи к ненне комсомольской организации Беларусь заховала ее идеи и им к ненне, створивший Республиканский Союз молодежи, это приклад для многих краин. Быть справедливыми, патриотичными, самоданными, это каштовности, которые заусюды допомогали беларусам быть разом. С почетом гонору от встречи с Александром Лукашенком вернулася Галина Друзь. Я на пятый год працуя в первой школе Гомеля и стольки же з'является активистом БРСМ. Молодежь всегда была и будет главной движущей силой своей страны. И очень здорово, что именно в нашей стране, чем может похвастаться далеко не каждое государство, есть такая поддержка государственная для молодежи. Не каждый день можно встретиться с президентом и предложить какие-то свои инициативы, свое новшество, что получилось у десятков ребят на этом съезде. И поверьте, не было ни одной инициативы разумной, которую бы президент не поддержал. А это значит, что каждая начинающая новая работа будет дополнена профессионалами и сделает нашу страну еще лучше и еще краше. Белорусская плодогородненная продукция корыстается повышенным попытам сярод покупников. При этом побудование сховища позволит захавать значную частку выращенного до нового ураджаю. С якостью айчинной садовины Городнины, а так само перспективами забеспечения ими насильства, ознайомился Олег Синцерову. Достатково распочередженная думка об тем, что белорусская плодогородненная продукция горша за импортную, по великим рахунку, заявляется мифом, подтверждение чему деятельность фермерских господарок. Владимир Мяшчерский специализуется на выращивании яблок. На 60 гектарах коля 100 тысяч древ. Первый ураджай тут отрымливают у лепени, а почные яблоки сбирают у листопаде. В этом году у господарцев попадали сучасные сховища не едино 500 тонн продукции, а не полностью, и оно хоть и за все заполнено не будет. Практично весь собранный ураджай тут же набывают в покупники из Белоруссии и в низких замежах. Такая запотребованность помачивается просто. Белорусские яблоки якосные и экологично чистые. Починаю через весны, отповедные контроли у господарства, ведется к Белорусским институтам плодоводства в такие раз всегда с наглядом. Обрабатываются, но это делается в ранней стадии. Это делается до цветения, когда основной лед идет всякого вредителя во время цветения. И после цветения, когда только начинается зависть, чтобы убить все грибковые заболевания и убить вредителей и их личинок. Поэтому эти три обработки мы делаем обязательные. Яды не токсичные, то есть там невысокий класс опасности. То есть для пчел это не влияет. Наши пчелы, у нас 50 ульев, не погибают от этого. Дякую очень строгому воконанию всех технологических потребований, не ураджайных годов у фермерских господарцев не бывая. У адрознений нет переважной большинства приватных сядей. Правда, этот год оказался далеко не самым горшим. Гомельский центральный рынок – место, где кондуется выключена айчинная продукция. Вся, каким разом в этот час. Великие выборы, доступные цены. Тут и яблыки, и морквы, и сыбуля. Наверное, томаты еще пропонуют. С улыбком того, что значная частка яблок выросшивается в приватном секторе, подлечить их реальные объемы вельми складаны. А прочатаго термин заховывания такой продукции не вельми значный. По улегшим выпадку до початку наступного года. Тем больше, что умов для протягивания заховывания этой продукции у людей практически нема. Хоть зараз белорусских яблок на полициях шмат. Год оказался вельми ураджайным. До февраля, я думаю, долежат. Ну, не все сорта. Вот этот сорт уже надо скушать быстренько. А остальные яблоки полежат еще. Зусим иншая ситуация с наявностью остальной повдогородной продукции. Сучастные технологии выросшивания и будовництва у сельгаз-подприемцев Кусковича дозволяют заховывать той же бульбу, цыболю и бураки до нового ураджаю. Становшим членом на ситуацию на рынках уплывая и копирация брастей той же коляровой капусты у Гомель привозить с Брестской в области. По словах продавцов, со стверждением, что импортная за счет и лепш заячинная сегодня погажаются далеко не все покупники. Лучше берут нашу белорусскую, чем привозную. Яблоко очень хорошо берут белорусская тоже. Интересуются покупатели, где белорусская самолучшая. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель». Сегодня у Гомеля обмерковали перспективы протягу будовництва у сходного обхода. Гэтая магистраль повинна изменшить транспортную нагрузку на центральную участку города. Протягтаемы в материале наших корреспондентов. Об необходности будовництва у сходного обхода у Гомеля почали казать ясно подчас распроцовки генерального плана города в 1977 году. Потом до этой идеи вернулися ясно раз в 2009-м. В наступном ходе была принята постанова Совета министров об затверждении архитектурного проекта у сходного обхода города Гомеля. Правда, освоить поспели только коля 12 миллионов долларов за маль 60 продуклеженных проекта. Уже в 2011-м работы испынились. Была республиканская инвест-программа, объект до сих пор в госинвест-программе, но в перечне объектов, финансирование которых временно приостановлено. А протягу будовництва у сходного обхода у Гомеля не адмавляються и сёння, тем больше, что частка этой магистрали побудована и уведена у эксплуатацию. Реализация проекта в полном объёме дозволить сменшить транспортную нагрузку на центральную участку города. У сходный обход различанный на проезд 18 тысяч автомобилей за сутки. Конечно, разгрузили центр города, потому что большинство и много предприятий находятся в Новобелецком районе. Мы, конечно, организовали общественный транспорт на данном участке и разгрузили центр. Вы же сами все видите, как загружен центр. Это улица Подгорная, улица Советская, Хатаевича. Там утром в час пик это с 7 до 8, до полдевятого даже не выехать. Разом с тем, конкретного часу одна уленья будовництво у Гаровыканками по Акульні называют. Тем более, что термин реализации попереднего проекта завершился. Теперь необходимо распроцовывать новый проект, проводить его экспертизу и накеровывать для затверждения у республиканские министерства. На все это может потребиться каля года. Бадать самые значные сроки, которые необходимо выдатковать из республиканских и местных бюджетов, необходимое на будовництво 400-метрового моста Прасош. Без этого объекта про тех работ немогчимы. Пока не появится мост, нет смысла подводить вот эту туда дорогу подъездную. Поэтому просить деньги на то, что дайте нам тут, чтобы подвести дорогу, тоже, наверное, как-то глупо. Просто закопать их в песок. Поэтому, наверное, логичнее поэтапно эти вопросы осваивать. То есть, появился мост, да, подвели к нему подъездную дорогу и дальше, дальше пошли. То есть, ну, к сожалению, все вот в этот объект упирается. Олег Сентюроу, Олеся Рудзянкова, Валера Игапанько, тыля Радиокампания «Гомель». Сегодня в режиме видеоконференции в «Гомеле» дали старт областным адукационным покровским читаниям. В этом году до них долучатся навученцы установ прав техадукации и студенты ВНУ. Областные покровские читания проводятся в рамках реализации программы супрационистства по межголовным управлением адукации Аблуй-Канкама, а так само Гомельской Церквы. По сутностях, эта пляцовка для диалогу и обмену вопытом по долученні молодзі до православной, белорусской и сусветной культуры. Головная мета – профилактика негативных зъяв у молодежному сяродзі и выховання таких якостів, як духовность, поважливые относины до представников старейших поколенняв. На протягу месяца в регионе будут проходить семинары, выставы, конференции, круглые столы, открыются дискуссийные пляцовки и тематичные секции. Причим, коли пляцовками для проведення перших читань устали неколькі школ, то зараз пираліг установу дельниц значно поширюся. Сегодня формат расширен, сегодня подключается средне-специальне учебное заведення профессионально-технического образования и учреждения высшей школы. И вот на базе, допустим, Гомельского государственного университета имени Франциска Скорены проводятся выставочные работы в рамках проведения таких мероприятий с участием студентам и молодежи Гомельской области. И это очень хорошо, потому что добро, оно всегда отражается в душах и добро порождает добро. Гомельская областная универсальная библиотека имя Ленина рыхтуется, значит, свое 90-годье. Сегодня она самая великая и одна из наистарейших в регионе с богатой историей и традициями. Фонд установы наличивает свыше 1 миллиона крыльниц информации от традиционных книжных выданий до сучасных личбовых носьбитов. До того ж библиотека имя Ленина это буйный информационно-эдукационный и социально-культурный центр, который отвечает густым и интересам наведывальников самого разного взрослого. Вероника Ворошилина с подробностями. Гомельская областная универсальная библиотека имя Ленина для читателя шоу свои зверы открыла в далеком 1928 году. Тогда она еще не имела властного будинка и носила иншую назву. На тот момент решение об засновании отделения Белорусской державной библиотеки принял президиум Гомельского округового выканавчего комитета. До початку Великой Айчыны в установе наличивалось больше, как 30 тысяч книжных экземпляров, а в ее штатном раскладе 11 супрацовников, не уличывающих громадских деяшев, которые допомогали обслуговыванию читателя шоу и опрацовцы новых поступлений. Война не пошкодовала библиотечный фонд, а мальцалкам он был знищенный и разработанный фашистскими оккупантами. На счастье, дякуючи изладженным деяням и отказному ставлению супрацовника установы, удалось эвакуировать и заховать самые каштоны и друкованные выдающие с знакомитой коллекцией князев Паскевича. Они и зараз заховываются тут в музее редкой книги. Даже если тримать особные раритеты можно только в Пальчатках. Этими краницами используются и зараз правдогалонным чином новоковцы. Для всех остальных мается каталог редких выданий на электронных носьбитах. Сучасные технологии в библиотеке сохраняются вельми активно. Например, еще 40 годов тому и мараць не могли. Если сравнивать с библиотекой 1980 года, когда я пришла в эту библиотеку на работу молодым специалистам, мы, в общем-то, предположить не могли, что в библиотеке будет два музея, что в библиотеке будет народный любительский театр. Даже то, что мы сейчас обслуживаем читателей в автоматизированном режиме, это тоже, в общем-то, совершенно другая история, потому что каждую книгу надо было записать, каждую книгу вручную вычеркнуть точно так же. Сегодня у Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина самая буйная книга-сховища в области. Фонд установлен лишь возле одного миллиона разных краниц информации от традиционных книжных выданий до сучасных электронных баз дадзиных. До того же, это информационно-эдукационный социально-культурный центр, який выкрыстовый инновационные технологии и реализует шматлики науковые и творческие проекты. До приклада, тут можно отримать основы компьютерной и интернет-письменности, юридичную консультацию, корыстные веды и умения в клубах по интересам. Для наведывальника уладятся разностайные выставы, литературные вещарыны, концертные программы, творческие конкурсы. В библиотеке проходят навыково-практичные конференции, працует дискуссийная пляцовка «Навыковое кафе», различная для обмена ведами, меркованиями и идеями помеж вушеными и молодзюм. Для всех жадающих, так само открытый литературный музей народных письменников Беларуси, уродженцев, гомельщины. Я замещаю, саправды, уникальные предметы-оригиналы, закликанные знайомить наведальников с житем и творчеством наших славотых земляков. А еще в библиотеке имя Ленина ладится текавые познавально-забавляльные мероприемства для детей. Сегодня наша библиотека это не совсем библиотека в классическом понимании этого слова, потому что у нас есть и музеи, у нас есть и замечательный библиотечный театр, и мы развиваем социальные услуги. И я хочу сказать, что за всей многогранной работой библиотеки именно и стоит ежедневный труд единомышленников, настоящих профессионалов библиотечного дела и наших предшественников, которые и заложили те славные традиции, поддерживаемые библиотекой сегодня. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель». Фотовыстава проекта «У особах» открылась на плясу цикале картинной галереи Гаурила Вашченко. И она закликана рассказать про инициативы, которые реализуются в Беларуси при поддержке Евросоюза. Экспозиция включает 29 персональных историй. На фото громадские дети и представители местных уладов, педагоги, наученцы, фермеры. Побач инфографика, которая демонстрирует механизм и ключевые характеристики реализованных героями проектов. До речи, Гомельс встречает фото выставу в другой раз. В первую экспозицию проекта «У особах» представили в 2015 году. Головные темы нового сезона «Зеленая экономика», развитие сельско-господарческих территорий, адукация, туризм, бизнес и инклюзивные практики. Один из проектов присвящен развитию городского велосипедного руху. Велосипед это то, что объединяет и студентов, и молодых людей, и людей такого возраста, как я, пенсионного, прямо скажем, и дает бодрость, заряд энергии. Я очень благодарна этому проекту. Люди приезжают, помогают нам разработать проекты велосипедной инфраструктуры, помогают внести мероприятия какие-то в план, помогают нам осознать, каким образом вести диалог с чиновниками, с людьми, которые принимают решения. Все это благодаря тому, что мы получаем знания на базе этого проекта. У рамках проекта садейничая неразвитюна, мясовым узровни, у Республицы Беларусь реализована маль 250 инициатив, у их лику 51 у нашей в области. На их ожицеулене регион отрымал 800 тысяч евро финансовой допомоги. Выстава у Гомеля будет працевать до 12 листопада, а потом отправиться в Могилев и Витебск. Это и так и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Доброго вам вечера и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. В суде центрального района Гомеля начался процесс над бывшим топ-менеджером Рогачевского молочно-консервного комбината. На скамье подсудимых экс-заместитель директора предприятия по сырью и обеспечению закупочной деятельности, а также главный специалист компании Химлюкс, который лоббировал поставки. Напомним, руководитель одного из ведущих комбинатов молочно-перерабатывающей отрасли страны был задержан за получение взятки в особо крупном размере. Правоохранители взяли его с поличным в июне 2018-го. Следствие шло несколько месяцев и вот сейчас дело стали рассматривать в суде. Размер взяток, которые в течение нескольких лет топ-менеджер получал от ведущего специалиста компании Химлюкс, по материалам обвинения составил 11 265 рублей. С каждого перевода, сделанного в адрес поставщика моющих средств по погашению задолженности, заместитель директора МКК клал себе в карман 5% от направленной суммы. Взятки передавались из рук в руки при частных встречах обвиняемых, о которых они договаривались в столице и Минской области. В деле десятки эпизодов прокурор зачитывал материалы обвинения около 30 минут. Горел как факел в деревне Хравков Хоникского района накануне воспламенился автомобиль. Чрезвычайная ситуация произошла в 10.30 утра. О пожаре в МЧС сообщил сам владелец автомобиля. Правда, к моменту приезда пожарных спасать уже было нечего. Они потушили пламя, но «Опель Зафира» сгорел практически полностью. Пострадавших нет. Известно, что если пламя перекидывается в салон машины и при этом обеспечивается приток свежего воздуха, то пожар быстро набирает силу и простыми огнетушителями его крайне сложно остановить. В результате пожара уничтожен автомобиль. Причина пожара устанавливается одна из рассматриваемых версий короткое замыкание электрической проводки. Инспекторы ГАИ плотно взялись за перевозчиков черного металла. Рейды усиливаются, результаты обновляются. На этот раз работники ДПС остановили автомобиль МАН под завязку, заполненный нелегальным металлоломом. Машину проверили на трассе М8 граница России и Витебск-Гомель граница Украины. Водитель пояснил, что вез товар по просьбе своего приятеля. В общем, это избитое объяснение в подобных случаях. Документов на металл не оказалось, поэтому больший груз отправился на штрафстоянку. Общий вес металлолома составил почти 16 тонн. Что-то купило, а что-то и прихватило. Милиционеры Октябрьского районного отдела внутренних дел ищут женщину, которая может быть причастна к серии краши из продовольственных магазинов. В Октябрьском камера видеонаблюдения одного из торговых объектов крупной сети страны, расположенного на улице Советской, запечатлила момент, как подозреваемая кладет похищенный с прилавка товар к себе в дамскую сумку. Ловкость рук она проявила сразу же, как только от нее отошла администратор. А до этого долго копошилась, перебирая продукты на полках. А вот еще несколько эпизодов ее ридикюль, похоже, вместил часть продовольственной корзины. Приметы подозреваемой на вид. Ей 30-35 лет, женщина среднего телосложения, была одета в бежевый пиджак и брюки, туфли в тон и зеленую майку. Всех, кто узнал подозреваемую в краже гражданку, сотрудники Октябрьского районного отдела внутренних дел просят сообщить об этом по телефону, который вы сейчас видите на экране или набрав номер прямой линии 102. Таков обзор происшествий. К этому часу я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. До свидания. Продолжение эфира телеканала Беларусь Четырегомель новости спорта в студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В дивизионе А экстралиги хоккейного чемпионата Беларуси состоялись очередные поединки. В центральном матче Тура на льду Чижовка-арены встречались лидеры турнирной таблицы Столичная юность и Солигорский шахтер. Команды выявили победителя только в серии после матчевых булитов. Удача была на стороне горняков. В серии хоккейных пенальти завершилась еще одна принципиальная игра. В жлобе не сошлись Металург и Гомель. В этом эпизоде Полесского дерби зрители ни в основное время ни в овертайме результативных бросков не увидели. В серии булитов победу с Толиваром принес точный бросок Андрея Феклистова. Отметим, что Металург оказался сильнее Гомеля второй матч к ряду. Международный турнир Сакура над Сожем и Кубок Гомеля по Кио Кушин Карате собрали в областном центре более трехсот бойцов из Белоруссии, России и Украины. Спортсмены разыграли 41 комплект наград. Оба турнира имеют давнюю историю и проходят в Гомеле уже более двух с половиной десятков лет. Иностранные делегации и постоянные гости на соревнованиях. Гомельские состязания славятся высоким уровнем соперничества и организации. И на этот раз все ожидания оправдались. На татаме соперничали призеры мировых и европейских чемпионатов и первенств. Турнир окреп сам по себе, да, можно сказать. В разные времена были у Кубка, было совсем небольшое представительство, но сейчас он занял достойное место, наверное, в постсоветском пространстве, ну и в Европе, наверное. Потому что, судя по боям, уровень ниже первенства Европы. Сакура над Сожем и Куба Гомеля одна из главных проверок сил перед первенством мира. Турнир в начале декабря пройдет в Болгарии в городе Варна. В составе белорусской сборной будут и гомельчане. Наши спортсмены в числе реальных претендентов на медали. Сегодня в Гомеле завершились областные Олимпийские дни молодежи по настольному теннису. Эти состязания отборно-республиканский турнир, который в конце ноября состоится в Могилеве. В сборной региона количество мест ограничено, всего восемь. Четыре для юношей и столько же для девушек. Претендентов на поездку в Могилев много. Где-то человек 10 что у юниоров и что у юниорок. Они где-то примерно в одной силе. И вот заранее предсказать какой будет результат и кто какие места займет невозможно. В состязаниях девушек первое место заняла Дарья Василенко. На второй позиции расположилась Светлана Гритина. На третьей Анастасия Родионова. У юношей победил Данила Львов. Вторую и третью ступень пьедестала заняли соответственно Алексей Кулагин и Владислав Ермак. Призеры турнира и спортсмены занявшие четвертые места отправятся на республиканские соревнования. Окончательный состав сборной области определят после учебно-тренировочных сборов. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова